Добрый день. С вами я, Василий Калташов. Мы в открытой студии на свободной прессе. А в гостях у нас Владимир Николаевич Олейник, член Комитета спасения Украины, депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов. У нас к ним очень много вопросов, потому что сейчас ситуация на Украине непростая, и все население России, да и, наверное, всего постсоветского пространства, может быть, и больше следит за событиями на Украине. Но вопрос у нас первый такой. Какова ныне экономическая и политическая картина, положение на Украине? Страна идет к выборам. Как они могут пройти на этом ходе? Во-первых, добрый день. Во-вторых, очевидно, что в Украине кризис политический, экономический и социальный. Когда год назад я был депутатом, и пришел в парламент, премьер-министр Украины Яценюк заявил, что у него есть две новости. Одна плохая, а вторая хорошая. Плохая эта новость, что в Аргентине технический дефолт, а хорошая, что в Украине дефолта никогда не будет. И вот через год он заявляет о том, что дефолт, страна банкрот, не в состоянии выполнить свои обязательства. А что такое банкротство? Банкротство, на мой взгляд, это прежде всего банкротство власти. Они не способны управлять эффективно, а поэтому должны уйти в отставку. Украина имеет такой потенциал, который способен не только дать возможность развития стране, но еще и кредиты давать другим странам. И сегодня просить с протянутой рукой по миру деньги, брать в долг, а потом отдавать не только нам, а детям и внукам, это преступно. Поэтому сегодня экономическая ситуация очень плохая. Не только потому, что разорваны связи с Россией. Это наши рынки, это наши партнеры. Где-то 80% предприятий стоят без работы. Особенно те крупные, которые работали на совместные проекты. Южмаш, в Харьков много предприятий стоит, люди без работы. Бюджет без поступлений, соответственно. Но даже это преступное правительство, преступная власть, не сумела воспользоваться определенными преференциями, которые получила от Евросоюза первый год. И рынок даже Европейского Союза они не используют сполна. На треть упали наши поставки товаров и в еврозону. Занимается войной. Такое государство, которое не имеет хорошей экономики, еще и объявило войну собственному народу, потому что это гражданский конфликт, это гражданская война. Кто бы там не утверждал. Но, безусловно, еще и пытается создать такое напряжение европейское, мировое, объявляя агрессором России. Люди обнищали. Практически растут каждый день цены. Я знаю это из тех контактов, разговоров, которые постоянно ведут своими соотечественниками. Слава Богу, нынешние электронные способы общения позволяют это делать в режиме онлайн. Коммунальные платежи таковы, что сегодня даже тех пенсий и заработной платы проплатить коммунальные платежи невозможно. Поэтому где-то процентов 70 недовольны этой властью. Они считают, что эта власть должна уйти. Но поскольку эта власть создала атмосферу страха, диктатуры, подавляет всех инакомыслящих, нет сегодня свободной прессы, сегодня даже нет у нас оппозиции в парламенте. Я приведу вам только один такое доказательство. Как правило, парламентские комитеты это форма контроля за властью и делятся они приблизительно пополам. На один комитет всегда имела власть любая больше. Это были традиции. В прошлой власти из 15 комитетов 8 было власти, 7 было в оппозиции. В том числе возглавляли даже идиозные представители от свободы. Это их право назначать и проекомендовать председателей комитета. Так вот сегодня из 14 комитетов, на один комитет стало меньше, все комитеты возглавляют только власть. Ни одной комитета, ни одного заместителя председателя комитета, ни одного секретаря комитета с оппозицией. То есть это узурпация власти. Поэтому ситуация сегодня такова, что низы уже терпеть не могут. А власть по-новому управлять не хочет и не умеет. А как вы собираетесь спасать Украину? Знаете, самое главное, что власть создает такую атмосферу, когда говорит, а выхода-то нет. Надо согласиться с тем, что сегодня Порошенко и эта хунта при власти, и поэтому выхода нет. Она буквально подавляет всякое инакомыслие. Смотрите, что происходит. Против тех, кто может выступить против власти, возбуждаются уголовные дела, они занимаются по судам. Часть выпрыгивает почему-то соком, удивительно, так сказать, заканчивая жизнь самоубийством и так далее. И власть говорит, что это нормально, это ненормально. Третья часть буквально без оснований сажают. Это в Харькове, в Одессе особенно много тех людей, которые выводили других и проводили акции протеста. И они говорят, некому. Но, как правило, когда внутри страны подавляют такие протестные настроения путем уничтожения лидеров, они появляются извне. Эта история знает такие случаи. И вот мы сказали, да, есть такая сила. Это Комитет спасения Украины, который готов взять ответственность на себя. Мы с Николаем Янычем сказали, мы готовы сегодня возглавить этот Комитет. И Комитет принял решение рекомендовать меня кандидатом президента Украины. Потому что мы хорошо понимаем, выход из политического, социально-экономического кризиса только один. Это досрочные выборы президента и парламента. Не местных органов власти. Мы считаем, что это насмешка. Почему? Во-первых, нет демократии. Нет возможности агитировать свободно. Почему вы тогда говорите про выборы? А выборы, мы говорим, в том случае, когда эту власть народ должен заставить уйти от власти. И народ должен взять вместе с органами самоуправления, самоорганизации контроль над процессом избирательным. Вот когда люди будут стоять возле избирательных участков, ждать результата и контролировать этот результат. Я верю в этот результат. Но если это будет контролировать власть, то будет точно так, как в Чернигове. Вы играете всегда власть. Сейчас выборы на Украине пройдут недемократически, правильно? Вы знаете, не садитесь играть в карты с шулерами. Если вы хотите сесть в карты и играть с шулерами, вы будете просто участвовать в том, чтобы эта игра была легитимной. Вы принимали участие, видите, как демократично. Поэтому мы даем рекомендацию своим сторонникам. Не принимайте участие. Все равно результат мы уже знаем. Лично контролирует сегодня расклад всех политических сил глава администрации. Например, ведут переговоры со всеми политическими партиями, которые имеют шанс 5% барьер пройти. Вы должны дать квоту для людей Порошенко. По мэрам точно так же работает. Если вы не согласны предварительно подписать письменное или устное соглашение на сотрудничество, вы не имеете шанса пройти. Отрабатывается технология на местных выборах, будущих парламентских выборов. Они же понимают, что надо перезагрузить страну, кроме президента. Президент сегодня в центре, над схваткой. Он считает, что он 5 лет будет на этой должности. Это неправда. И поэтому участие в этом процессе, безусловно, мы даем сигнал всем, что нормально. Поэтому, я считаю, надо игнорировать эти выборы. Они ничего не решают. В результате вы увидите. Все равно главами областных советов, районных советов, это будут люди Порошенко. Но Порошенко еще по конституции требует и особых полномочий, это по сути диктатура, это право распуска органов местного самоуправления. Что это означает? Допустили они где-то прокол и ошибку. И какой-то сельский совет или областной совет сформирован не сторонником Порошенко. Объявит их сепаратистами и примет решение о распуске. Владимир Николаевич, как вы рассчитываете поменять власть на Украине? Ну, первое, люди ищут ту силу, которая способна убрать эту банду. Это первое. Второе, они хотят узнать, а что это за сила, что она предлагает. И когда мы сказали с Николаем Яновичем и другими членами комитета, что мы готовы взять ответственность на себя, второй вопрос возник. Владимир Николаевич Олейник, а чем вы отличаетесь от того Олейника, который был в партии регионов, и несете ли вы ответственность за то, что происходит в Украине? Я сказал, да, я несу ответственность. Это глубокое пересмысление, прежде всего, своих ошибок, покаяния перед Богом за те грехи, которые каждый имеет. Не судья, ни вы мне, ни я вам. Но мы знаем те ошибки, которые мы совершаем. Я сказал, больше таких ошибок не будет. Потому что я был достаточно активным политиком в защите интересов своего фракции, своей партии. Но я иногда должен быть и тем, кто изобличает коррупцию, хищение, даже если совершают наши члены партии. И даже если ко мне есть претензии, они должны рассматриваться в соответствии с законом. То есть, первое, чем мы изменились? Второе, какая ваша программа? Так вот, по сути, мы пришли к выводу, что той Украины, которая была до февраля 2014 года, уже нет. Не только потому, что потеряли Крым. Из-за этой банды, той, которая пришла к власти. Потому что, когда толкнули людей и не остановили, кто не скачет, той москаль, это что, знак был к единению? А почему не поляк? А почему не турки? Тоже исторически, знаете, тут были всякие, которые в истории как-то, ну, приносили некомфортное состояние для Украины. Но почему Россия? Почему россияне, когда знали, что Юго-Восток отрагирует с болью? Зачем было отменять законы языка? Зачем было сжигать молодых людей? Это у меня в Черкасской области, возле курса Шевченковска, из Крыма, которые ехали назад в Крым. Только потому, что они были там на Майдане, имели свою точку зрения. А кто разрешил самосуд? Кто разрешил такой методом пытаться решить эту сложную проблему? И Крым ушел, потому что реально чувствовал, на пороге война. И Крым ушел. Так вот, не только потому, что Крым ушел. Гражданская война. Это, как я иногда объясняю некоторые сложные проблемы через призму семьи. Потому что семья – это ячейка общества. Процессы, которые происходят в семье, они характерны для государства. Вот если между супругами, которые сошлись в любви и согласии, создать семью, и они поддерживают это единство, и государство поддерживает, и общество поддерживает, семью. Произошла драка, серьезный конфликт, и он ее избил до полусмерти. А теперь скажите, будет ли эта семья, если будет жить такой, как она была до этого? Вряд ли. Будут жить даже в разных комнатах, но не в одной постели спать. Почему? Потому что опасаются. Поэтому вопрос идет о том, что Украина стала другой. Значит, нам надо найти модель, когда мы разные, но можем быть едиными. А это федерализация. Если мы не пройдем этот этап федерализации, дальше раскол страны. Вот что я боюсь. Ну вот как раз об этом спрашивает наш зритель Эмин Бейли, который пишет, что такое сегодня украинская нация, по-вашему? Украинская нация, вероятно, как и любая нация, с точки зрения, если брать украинская нация, то проживание на этой территории всех, которые имеют разные корни. Вы знаете, очень сложно даже в одной семье определить чистоту. Вот я, например, украинец, я уважаю. У меня и батьки украинцы, и мама украинка. Покийная, и у нее прозвища, так сказать, была фамилия Майстренко, а друг супруги Кириченко, мне не мало чего тут скрывать. И я хотел бы, как украинец, чтобы все говорили, например, на Украине, на украинском языке, в моем родном. Но я же гражданин Украины, понимаю, что есть другие граждане, которые имеют свои корни исторические, национальные, и надо создать условия, чтобы они разговаривали на своем языке, на языке своих матерей и так далее. И мы должны создать вот эту гармонию развития. Поэтому общество, оно существует. Вы посмотрите даже по языку. Вы видели конфликт какой-то принципиальный? У нас сегодня Кабмин проводит на русском языке. Это власть, так званая, национально сведома. По одной причине, что министры некоторые не понимают украинского. Он в обществе не существует. Но политики начали вот эту тенденцию на обострение. Так вот, если мы хотим единства, мира и единства, это две вещи, неразделимые, как пакет. Люди за мир и единство должны пойти на какие-то уступки. Мир обязательно и единство хочется сохранить эту страну. Так вот, уже где-то около 50% украинцев говорят, что ради мира и единства мы готовы второй язык признать русский. Но не мало того, мы должны сказать, украинский, русский, это государственные языки, но и чиновник, который работает на территории, где компактно проживает национальное меньшинство, должен владеть и болгарским, и венгерским, и руминским. Но тогда и чиновников мы будем брать оттуда, с этой среды. Мы же не будем привозить с Донбасса, как это была всегда традиция. Только пришел Янукович с Донбасса. Там был такой анекдот, что люди боялись выходить на улицу. Знаете почему? Потому что их ловили, назначали на должностях. Так и Ющенко пришел в своей области региона, оттуда кадры, кучма и так далее. Мы должны прекратить эту политику. Вот там на месте мы должны искать умных, талантливых, для того, чтобы они управляли этим процессом. А может быть они уже нашлись, они уже сидят в правительстве на Украине? Вы видите, что иностранцы все приглашают. Причем я вам скажу откровенно, нет такого прецедента в мире, я не знаю, если вы нас знаете, назовите, когда бы иностранцев приглашали не советниками, а на такой уровень управлять, как министры, губернаторы и так далее. Я думаю, что это были Аскольд и Дир, первые киевские князья. Там надо, если все-таки проводить более глубокое исследование, не родняли мы. Почему? Потому что, когда мне приводят такой пример по Прибалтике, там кто-то из президентов с Америки приехал, но он имеет корни оттуда. Но назовите, какие корни имеют некоторые министры из Грузии? Финансовые, финансовые. Нет, ну, Ереська, она украинка, американская, так сказать, украинка, это полбеды еще. Хотя, откровенно говоря, такие назначения говорят, знаете, о чем? О потере самостоятельности, суверенитета. Мы говорим о том, что, дескать, ну, не умеем мы сами управлять. Это все равно, что пригласить на кухню соседку, для того, чтобы она показала супруе, как надо готовить и так далее. Это унижение. Надо, в конце концов, получить совет хороший, поучиться, но управлять самим. Тогда вы семья, тогда вы государство. Владимир Николаевич, у меня есть каверзный вопрос. Вы сказали, что 70% граждан Украины недовольны нынешним порядком. А мой коллега, историк Дмитрий Машинников, недавно отдыхал в Болгарии и рассказал вот какую историю. А бабушка-болгарка, увидев украинских туристов, сказала им, бедненький, у вас серьезные проблемы в стране, как вас жаль, какие у вас трудности. На что они расправили плечи и сказали, нет, бабка, у нас теперь Европа. А как вы собираетесь бороться с этой Европой в головах? Вы знаете, очень тяжело. Я скажу вам динамику, которую я отслеживал. У меня тоже знакомые, которые я хорошо знал, которые были на Майдане, прыгали там и допрыгались. Но признать свою вину очень тяжело. Почему? Потому что те люди, которые вышли на Майдан, и требования были их законы, обоснованы, это борьба с коррупцией, улучшение жизни. Многие президенты этого не делали так, как должны делать. Чуть-чуть делали, больше, меньше и так далее. Они же не хотели таких результатов. Если бы там Порошенко выступил, сказал, будет война, будет обнищание, потеряем Крым. Как вы думаете, они поддержали? Нет. Но вот эти негодяи конвертировали законы и возмущения граждан, чтобы захватить власть. Я вам скажу, больше того. Первое, что мы раскроем, это все проведем расследование, это тайну гибели людей на Майдане. У нас есть сегодня основания все говорить о том, что эта власть сама уничтожила этих людей, потому что результаты расследований нет. И потом отплясала на этих похоронах сотня небесная. И плюс еще, помню, 27 работников правоохранительных органов. Вот это будет открытие. Сами уничтожили, сами убивали собственный народ, только для того, чтобы получить власть. Потому что без крови революция не проходит. Ведь тогда, в феврале, Сикорский, министр иностранных дел Польши, просто выступил и сказал, не выполните февральские соглашения, это 21 февраля, о том, что досрочные будут выборы президента, и так далее, в декабре, вы зальете Украину кровью. И так они сделали, залили Украину кровью. Потому что если были досрочные выборы, явно, что, вероятно, Янукович не участвовал, а если бы участвовал, то проиграл бы. Это же расклады уже были в обществе, понятно. Недоверие со своей стороны, он не имел электоральной поддержки. Плюс претензии закона, и Майдан нагнетал эту ситуацию, и он бы ушел. Но тогда бы сохранился и Крым, и не было, может быть, войны. Но, вероятно, было бы внищение. Потому что они не правят сегодня в интересах Украины. Поэтому в этом отношении есть еще один эффект, я вам скажу. Это так званный Стокгольский синдром, но я бы сегодня назвал ее Украинский синдром. Когда уже начинают, знаете, жалеть те, кто их эксплуатирует. Вот сегодня говорить о том, что Порошенко – это лидер нации, это неправда. Он пришел, сомнения большие, но возьмем официальную статистику. Он пришел к власти, имея поддержку 55% электората. В первом туре победил, чего не было, по-моему, в истории Украины никогда. У нас два тура всегда было. А второе, он сегодня имеет где-то до 20%. Это при том, что вся Европа, весь мир за нас, и наш курс правильный. Только почему-то народ начал как-то уходить от него. Второе, вот призыв к войне. Послушайте, облава призывников. Что это такое? Что это за словосочетание облава призывников? Вот в моей Черкасской области, там миллион где-то, миллион сто проживает. Десять тысяч, это дивизия в Биах, не хотят воевать. Значит, это не наш президент, это не украинский. Потому что национальные интересы не за войну, а за мир. Люди мира хотят. Поэтому и там выходят иногда люди. Этот синдром еще существует. Ну, год назад, вы помните, как будто бы все с ума сошли. Брали эту желтую и голубую краску и красили все подряд. Урны, автобусы и так далее. Сегодня это уже нет. Меньше. Люди приходят в себя. Но действия мощные, средств массовой информации. Но тут я могу сделать небольшое просто отступление. В декабре 2013 года я вдруг услышал по телевидению Украины о том, что Олейнику запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. Я был удивлен, потому что я не собирался. Вот только меня выделили еще Елену Бондаренко. Я сразу спросил, за что такая честь? У меня там нет ни активов, ни счетов, ничего нет. Оказалось, я один из авторов закона о грантах. Надо брать гранты под контроль. Как делает это в Америке? Я точно взял практически некоторые нюансы в Западе Европы, России и Америке. А тут говорят, нет, нельзя. Потому что сама Нуланд раскрыла нам секрет. Вложили 5 миллиардов. Это по сути купили прессу, журналистов. И сегодня журналисты не критикуют. Или критикуют очень деликатно, так сказать, Порошенко. Но зато критикуют любое сопротивление, которое оказывается этой властью. Вот наш постоянный зритель Николай Остенбакин спрашивает, а как вы собираетесь вернуть народное доверие? Но причем здесь он имеет в виду такую тонкость, как закрытие проекта Новороссии, который огласил недавно Олег Царев. Ведь были именно с Новороссийским восстанием связаны надежды на то, что постепенно пойдет освобождение страны. И может быть состоится эта самая федерализация. А сейчас проект закрыт, сейчас Минские соглашения. Как? Вы знаете, первое, лечить любую болезнь только правду. Только правду. Дальше, кроме слов, люди сразу будут следить за другим. А дела? Если дела только не расходятся с нашими словами, появляются первые ростки доверия. Первые, которые необходимо немедленно конвертировать, и еще больше результат. Вот первые, где мы достигнем этого результата, придя к власти, мы предлагаем план. Вот я открыто говорю, только стою президентом Украины. Обязательно первый указ, сразу после инаугурации, это указ о немедленном прекращении войны и немедленном передислокации войск, постоянные места дислокации. Отвод войск. Немедленно. И не на фуршет. Нечего радоваться. Там люди страдают. Там дети в подвалах, там беда, горе. Приехать туда, попросить прощения, немедленно за стол переговоры, спросить, что надо, чтобы мы с вами друг друга поняли. Федерализация. Пойдем на это. Потому что в Минских соглашениях федерализация опасный вопрос. Там написано особый статус для Донбасса, ЛНР и ДНР. А тогда будет сепаратизм со стороны других регионов. Закарпаття, Львовщина, Черниговщина, Черкащина. Скажут, а почему и нам такой статус не даете? Мы должны помнить, все граждане равны перед Конституцией. Если даем статус одним, должны дать и другим. Поэтому наш план более... И формат мы предлагаем не Минский, и Нормандский, а Украинский. И не Минские соглашения, а Киевские. Прямые переговоры. Вот когда разговаривают через посредников, когда разговаривают с чужими, поэтому эта власть говорит, мы в Минске собрали всех президентов, уважаемых, и предлагаем поговорить с собственным народом. Мы хотим его вернуть. Если вы хотите вернуть супругу, и что-то сделали плохое, придите и извинитесь. Не втягивайте соседей, тещу. Это будет беда. Придите напрямую. Признайте свои ошибки. Найдите понимание. Ради детей, ради того, чтобы надо дальше продолжать жить. Это в жизни бывает такое. Поэтому прямой диалог. Вот только он состоится, это сутки. И люди поверят. Они закончили войну, поставили точку. Дальше пошел непростой диалог, как нам дальше жить. А дальше экономика. Мы немедленно должны возобновить наши отношения с Россией, с Европой. Вы видите, мы же не стоим так. Вот Россию мы приветствуем, а Европу мы ненавидим. Сама Европа разберется с теми лидерами, которые поддержали нынешнюю хунту и нацистов. Сами избиратели, придет такое, знаете, время, когда прозреют и скажут, госпожа Меркель, а то что вы не заметили, что пришли фашисты, правый сектор. Обычно, когда Меркель спрашивает об этом в Бундестаге, она начинает копаться в своей сумке. Я вам скажу, избиратель там скажет свое слово, рано или просто. Прозрение пройдет. А особенно, когда будет расследование Майдана и расстрела. И расследование пройдет по тому, как сжигали людей в Одессе. Мариуполь, мы еще забыли, это первая жертва и так далее. Военную технику применили против террористов. Если это террористы, а я сам бывший председатель суда, юрист, знаю, о чем идет речь. Пистолет за пазуху Петра Алексеевича пошел ловить этих террористов. Но применять грады, авиацию, средства массового убийства, когда сами жители, вы представляете, когда смотрю эти кадры, вижу женщины и дети разбираются, какого калибра, куда летит снаряд, и потом нам рассказывать, что вы сами в себя стреляете, на этот цинизм. Поэтому мира Порошенко не принесет. Знаете, как не принесет тот муж пьяницы, который избивал и искренне не покаялся, убийца, они же убийцы, да? Тогда будут все спать в одной квартире, но каждый с оружием, или с ножом, или топором. Опасаясь, что этот преступник свой умысел доведет рано или поздно до конца. Поэтому ее надо убирать. Тем более, что он давно уже не президент Украины. Владимир Владимирович, вы говорите убирать. Какой тип смены власти? То есть, это что, вооруженное общественное восстание какое-то, как вот в 19 веке во Франции, например, происходила революция? Массовый выход людей на улицы, вооружение чем попало, потом вооружение получше, и смена власти? Точнее, свержение здорового порядка. Смотрите, безусловно, хотелось бы бескровно. Потому что кровь они пустили пиарами, они пустили кровь, они начали убивать, для того, чтобы кровь, знаете, добавляла агрессии и так далее. Это, безусловно, первое. Поэтому люди должны выйти. Вероятно, выйдут две части Украины. И так-то прыгала, и не поняла, к чему они допрыгались. И так, которая не прыгала, и сказать, что же это произошло. Второе. Это точно ситуация, как у вас в квартире. Заходят грабители, насильники, издеваются, вы с ними ведете какие-то переговоры. Ну, а потом, вероятно, вы начинаете адекватно их провожать. Поэтому, каким путем они пришли, условно, демократическим, Европа определила, что коктейль Молотова, это очень демократический способ. Таким они путем и уйдут. Но постараться без крови. Я вам приведу параллель. Поведение, что тут американцы замешаны, поведение правого сектора во время февральских событий 2014 года, самое агрессивное, одна из агрессивных частей Майдана, оружие коктейль Молотова, Ярошь и так далее. И вспомните, месяц назад, когда они вышли на Майдан, Ярошь выступил и сказал, это изменники родины, Порошенко и так далее. И вдруг, вместо того, чтобы с оружием штурмовать, уже есть оружие, не надо коктейль Молотова, вдруг такие слова появились, референдум, выборы, так мы тоже за референдум и выборы, везде. И тогда надо было говорить, выборы и референдум, но тогда с благословения американцев начали убивать и проливать кровь. Поэтому мы говорим о том, что существует законное право, берите декларацию прав человека, это декларация ООН, где в преамбле написано, если в стране тирания, это вооруженный захват власти и угнетение, элементы самые простые, назовите людей, которые улыбаются и счастливы от того, что эта власть сделала, тогда народ имеет право, написано, на восстание, чтобы защитить свои конституционные права. Но мы постараемся это сделать таким образом, чтобы не было пролито ни крапой кровли. Почему? Потому что и милицию достали, СБУ достали, люстрировали незаконно. Каким образом? Неугодных убирали. Вот Порошенко первым надо иллюстрировать, как бывшего министра правительства преступного Азарова и Януковича. Не иллюстрировали. Владимир Николаевич, вот не так давно украинский блогер Анатолий Шарий сказал, что ни вы, ни Азаров не должны спасать Украину и вообще участвовать в этом процессе, потому что, по его мнению, Украину, нынешнему режиму отдали ее прежние руководители. И в связи с этим у меня вопрос, точнее не у меня, а у нашего зрителя, у Владимира, который спрашивает, как могло получиться так, что за 20 лет выросло такое обширное поколение ненавидящих Россию людей на Украине? Вы знаете, вероятно, как правило, наступает тот момент, кто совершил ошибку, тот должен исправить ее. Это первое. Второе. Я очень с пониманием отношусь к скептикам, аналитикам, которые говорят, то плохо, то плохо, но ничего не предлагают. Вот, например, Шарий должен сказать, я готов возглавить это движение, готов, имею план и так далее, я стал бы его рядовым членом. Просто рядовым членом. Но когда критикуют, не предлагают, это звучит так, ну, кроме Порошенко некого. Ну, некого, согласитесь. Те плохие, те плохие, но сам Порошенко тоже был учредителем той партии, в которой я потом только стал членом этой партии региона. Поэтому я не принимаю критики без предложений. И сам, когда критикую, сразу зададите всегда вопрос, Владимир Николаевич, а ваше какое предложение? Так вот, вопрос-то не о том, какими мы были тогда. Господь Бог дает каждому человеку возможность измениться. И делами подтвердить, что ты изменился. Но у нас есть опыт, это правда. Мы достаточно известны. Вопрос же не стоит о том, а кто такой Олейник и Азаров. Вопрос стоит о другом, я уже говорил. А кто они сегодня? Чем отличаются? Сделали ли выводы? Сказали. И поэтому мы готовы послужить сегодня украинскому обществу и народу. Относительно того, как это случилось, вероятно, мы упустили элемент серьезного воспитания в обществе. Как-то, знаете, подошли очень размыто. Вот свобода – это все дозволенность. Нет, вероятно, свобода по принципу заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И когда пошла героизация, Бендеры, мы как-то проморгали все вместе, это при Ющенко, героя и так далее, надо было глубже покопаться. А что это такое за герой? А что это за ценности, которые он нам, как говорится, навязывает своим учениям и своими поступками? И мы бы увидели, что это ценности, ненависти, это разжигание междунациональной вражды. Тем более, что я был удивлен. Знаете, вот когда говорят об исключительности нации, говорят, я украинец, я мое право на это говорит. А я вижу, а где эти украинцы? Скоро надо будет закон специальный принимать о квоте украинцев, парламенте и правительства. Послушайте, где эта нация? Да, это интересно. Вытесняют буквально. Я же не против того, чтобы и другие представители национальных меньшинств или наций присутствовали в нашем правительстве, в парламенте, потому что мы страна многонациональная, а где украинцы? А вам не кажется... Поэтому я еще раз говорю о том, что это движение, вот я вам скажу откровенно, я не верю, что Коломойский и Порошенко сторонники Бендеры. Я не верю в это. Я знаю хорошо Порошенко, но когда этот товар идет и он дает прикуп, они готовы эту идеологию проталкивать. Она прибыльная. Они не любят. Они вот о том, что написал циничный Бендер, это посмеялся над ними. Но когда эта идеология дает власть, дает деньги, а почему бы ее не эксплуатировать? Вот нас также спрашивают, а как вы поступите с олигархами на Украине, с Коломойским, с Ахметовым? Каково их место? Прежде всего, если мы говорим о большом бизнесе, большой бизнес должен присутствовать в любой стране. Большой бизнес. Но должна быть и значительная доля, и надо, чтобы государство занималось развитием не на словах, а на деле среднего и малого бизнеса. Это была ошибка. Когда люди богатые, когда люди состоятельные, имеют маленький бизнес, занимаются, они и рабочие места создают, они всегда не идут на Майдан, потому что им некогда, даже отдыхать некогда. Я знаю своих друзей, которым некогда отдыхать. У них идет бизнес, они увлечены этим. Нищий народ, это всегда предвестник революции. Поэтому развивать надо таким образом, чтобы жили и эти, и дали возможность другим. Я изучал опыт Сингапура и покойного премьера уважаемого во всем мире Ликоанью, и там были заложены такие подходы. Например, если получает бизнесмен и участвует в каком-то строительстве и так далее, понятно, большого комплекса госинецы, но до 30% малому-среднему бизнесу, который способен на конкурсной основе выполнить работы, отделочной, проводкой и так далее, то есть сам живешь и отдай другим. Но это относительно того, чтобы государство реально, безусловно, содействовало развитию этого бизнеса. А что делать сегодня с олигархами? Так вот, богатые и большой бизнес олигархи, это разные вещи. Олигархи, это люди, которые пытаются еще и управлять властью. Так вот, от политики вы олигархов не отделите, а вот от власти бизнес надо отделить. А ответственность? Спросить за них, за все преступления, которые они совершили в последние годы? Вот теперь вопрос идет индивидуального характера. Если вы примените общую формулу, как это, люстрации или избирательный подход, начнете, тогда у вас спросят, а судьи кто? Значит, если совершили такие преступления, должны нести ответственность. Но только судебные. Никто не имеет права субъективно принимать решение. Иначе мы сделаем то же самое, что делают сегодня. По люстрации, по другим и так далее. Отобрать кого-то. Если идет вопрос, например, о компенсации, я вам скажу откровенно, чтобы вы поняли меня, Рошен, и Порошенко, и Еврошен должен своим имуществом отвечать за то, что произошло в Донбассе. Ведь вопрос идет об возобновлении Донбасса. Там большие объемы. Это кто? Должен государство, мы вместе, все украинцы, через налоги дополнительные восстановить Донбасс. Но, вероятно, есть там очевидные виновники, которые давали прямые указания применять армию, должны своим имуществом отвечать. Поэтому все по закону. И отвечать жестко, потому что, я вам скажу откровенно, вероятно, наступило время выделить, а это такая категория есть, это преступление против человечества. Она не имеет сроков давности, и там, вероятно, надо особое наказание. Я вам скажу, иногда так посещают мысли, их гоню, как верующий, но все-таки смертная касса, вероятно, напрашивается. Почему? Во-первых, если мы не дадим хорошую оценку тем, кто дал указание, это первые лица, применить вооруженные силы, тогда и следующий президент будет иметь искушение тоже применить такую силу. Должны дать по рукам так, чтобы знали, вооруженные силы в внутреннем конфликте никогда не применяйте. И даже правоохранительная система должна применена быть по закону. Владимир Николаевич, в связи с этим наш зритель Центурион спрашивает, а какой ваш путь? Это национальное примирение или геноцификация во всей стране? Очень сложный вопрос, потому что, как правило, гражданская война не заканчивается тогда, когда прекратили стрелять. Она продолжается в каждой семье, в каждом селе, в каждом городе и за столом. А где ты был? А кто тебя посылал? А я вот защищал? Кого? Ты убивал? Сегодня я вам скажу откровенно, есть еще один вопрос, от него умалчивают. Ведь по сути идет там грабеж. Ведь центральная Украина и многие видели, как оттуда везли мебель, телевизоры. У меня есть факты, которые мне знакомые рассказывали. ворота с этими столбами, привезли и так далее. Это уже грабеж. Это то, что защита, это уже так только делает, когда власть разрешает сами воруют и грабят и разрешает участникам этого конфликта грабить. Так вот, те, у кого забрали телевизор и мебель, он может прийти и попросить назад. Это очень будет сложно. Поэтому, первое, наказание, жесткое наказание тех, кто организовал расстрел Майдана, Одесса, гражданская война и так далее. Жесткое наказание. А дальше надо обратиться к людям. Если мы не найдем примирения, а такие исторические моменты были, как в Германии, когда сошлись те, кто сидел в канцлогерах и были при власти после победы над фашизмом. И те, которые там воевали, нашли возможность немцы. Надо примириться немедленно. Почему? Потому что, если конфликт будет развиваться внутри гражданского общества, тогда мы будем больше энергии терять на этот конфликт, а Украина не будет развиваться. Нам немедленно надо развиваться, восстанавливать экономику, пенсии, зарплаты, думать о защите социальной и тех, кто пострадал. Всех. Потому что они не виноваты. Вина их только может быть определенная Господом Богом, от того рядового. Но я вам скажу, даже мы сейчас думаем о том, чтобы применена была амнистия, это мое предложение, необычное. Вот амнистия должна быть применена для всех. Но, как правило, при всякой амнистии мы забываем о потерпевших. Страдает тогда, когда ее насилуют, страдает после того, когда насильник говорит, а мне амнистия. А мы здесь предлагаем такую формулу. Амнистия для всех, но если потерпевший или потерпевшая, которые изнасиловали, знает насильника, доказательства, они имеют право требовать судебной ответственности. Но если насильник или тот, кто убивал, или грабил, или так далее, нашли примирение и пришли, сказали, мы примирились, тогда мы говорим, общество дало амнистию как акт милосердия, потерпевшись с насильником или с лицом виновным в совершении представлять, тоже нашли примирение, это более устойчивая проблема, тогда мы амнистию применяем. То есть надо находить оригинальные подходы для того, чтобы не было, чтобы кто-то победил опять, кто-то ушел от ответственности. Даже признание своей вины и попросить прощения, это лучше, чем притискать, а у меня вот здесь амнистия, ну что ты мне сделаешь, это насмешка. Владимир Николаевич, ну, на Донбассе, где люди не остыли, не остыли своей ненависти к украинскому государству, к самому понятию Украина. Там, наверное, будет восприниматься то, что вы говорите, не совсем положительно. Я скажу, почему. Вот смотрите, вы назвали себя украинцем и сказали, что Украина, федерализация Украины, но дело в том, что восстание против нового режима украинского произошло в индустриальных районах страны, на Донбассе, в то время, как вся остальная страна, Киев с его потребительским таким классом, офисным сфера услуг и сельскохозяйственные районы, они сказали, мы украинцы, мы за то, мы за в тот момент новую власть, которая будет некоррумпированная, европейская и так далее. И получилось, что разделилось, разделилось, получилось, что есть русские, которые сражаются против украинцев, и русские это носители индустриальной городской культуры, а украинцы это носители сельской культуры. А при этом Арсений Яценюк это подтвердил, ведь он несколько раз делал заявление о том, что путь Украины, экономический путь Украины, это сельское хозяйство. Как вы смотрите на это? Я думаю, не совсем, так сказать, полная картинка, куда вы денете индустриальный Днепропетров, Кривой Рог, Харьков, не надо туда говорить о том, что та часть как бы особо имеет. Но, вот наше предложение будет о федерализации, и оно будет не воспринято, например, сказать, а мы хотим самостоятельно, надо дать им возможность быть самостоятельным. Но когда вы дадите людям выбор, они всем раз еще, когда война, они сразу, ни в коем случае, никакого объединения, но если вы скажете самостоятельно, они подумают, а что это значит, это будет определенное препятствие передвижения товара, людей и так далее. Ну вот как сейчас с Крымом. Каждый раз паспорт показывают, проверка, досмотры и так далее. Но Украина это живой организм, это же не только заводы. Тем более, например, уголь в Донбассе, а руда Кривой Рог и так далее. А заводы, которые изготовляют металлургическую продукцию на другой территории и так далее. Это живые человеческие отношения. Там брат, сестра, там хочется проехать и так далее. Люди семь раз подумают, чем принять решение. И скажут, а давайте изберем такой путь вместе, но будем разными по субъектам. Тем более, что наш второй шаг делать, укрупнение. Надо проводить реальную административно-территориальную реформу. И будет слабожанщина. И есть ключа, и может появиться, например, в рамках Донбасса, Новороссия. Это как они назовут, но укрупнение должно быть, потому что это позволяет быть больше эффективными в экономическом плане, в социальном и так далее. Но если они захотят, мы скажем, поживите, братья сами. Мы открыты для диалога. И когда они почувствуют, что все-таки это неправильный шаг, они объединятся. Почему? Потому что только благодаря сегодня России, поддержке России, Донбасс еще выживает. Самостоятельно Донбасс может выжить, да, но жить хорошо не сможет. А мы же говорим, что вот эти потери человеческие, вот это безвинно убиенное, мы же не должны сегодня сказать, знаете, наконец-то мы вышли на тот уровень, что наша жизнь как будто бы в 2011 году, как говорил Саакашвили, 20 лет надо еще, тому, чтобы в 2013 году достичь уровня развития Украины. Мы должны думать о перспективе. А как дети будут учиться? Какие паспорта они будут иметь? Непризнанные республики. Так это и на руку Америки. Поэтому мы говорим, братья, объединяемся. Но никогда конфликта больше не будет. Я считаю, что мы должны найти формулу, когда примером таким было Чехия и Словакия. Мирно разошлись, я вам скажу, нормально, там работают, имущества, проблемы решены и так далее. Но формально разные государства. Мы найдем эту формулу решения этого вопроса, но никакой силы. Накануне вашего визита развернулась целая полемика среди зрителей, которые ожидали ваш приход. И один из вопросов, который у них вызвал спор, это вопрос о том, что, наверное, граждане Украины уже не способны выйти и сменить власть. И поэтому остается только один путь. Вот я хотел бы узнать, согласны ли вы с этим. Это путь, тот самый путь, который прошла фашистская Германия в 45-м году. Вторжение и свержение режима. То есть, мы как бы должны уже прогнозировать третью мировую войну. Потому что только будет вторжение, американцы тут как тут. Ведь Америка затеяла этот конфликт не ради того, чтобы в Украине построить справедливое государство, а ради того, чтобы втянуть Россию. И это нельзя делать. Это будет большая политическая ошибка. Если народ не в состоянии сам себя освободить, значит, тогда мы не народ, тогда мы потеряли государственность и право на существование с точки зрения как субъекта. Мы становимся объектом международного права. Но я верю в наш народ. Он терпелив. И договорится до того, что где-то будет только вспышка в одном городе. И поверьте, будет такой Еловайск, который был до этого. Это котел был для Порошенко. Это было поражение его. Где он показал, ты никто, ты не думаешь о солдатах, ты бросил их на уничтожение и так далее. Я вам скажу, вот вчера, позавчера слушал передачу, где министр здравоохранения Украины рассказывает о том, что все хорошо. А люди, которые зависят от лекарства, без которых не могут дня прожить, а то тот же инсулин, да им что, помирать дома? Или объединиться, выйти на улицу, перекрыть дорогу, искать лекарства, потому что это обязанность государства. А не можете, уходите. Так вот выбор то, или помирать дома, или выйти бороться за свою жизнь. Рано или поздно выйдут. Но они не понимали, как, за кого, а кто предлагает. Понимаете, власть сделала так, чтобы сказать, ну, кроме Порошенко, нет. Яценюк, Порошенко, там, Тимошенко, вот это обойма. А это вся обойна, это партия войны. Они же предлагают нам сложную схему, мы через Минск договоримся с собственным народом. Если это ваш собственный народ, договоритесь напрямую. А мы способны на это. Ну, вот сейчас новое правительство Украины выступает за приватизацию. Десять крупнейших предприятий должны будут пройти этот процесс. Причем, украинским компаниям отказано участвовать в приватизации. Должны участвовать только западные компании, которые не коррумпированные, которые современно организованные, которые честные, перспективные и так далее. Ну, понятно, что среди украинских предприятий, по мнению властей, таких нет. Как вы считаете, вот олигархи на Украине сейчас недовольны этой ситуацией? Выступала Тимошенко. Коломойский пытался организовать нечто вроде мятежа. А Фирташ возмущался. Вы делаете ставку на олигархов, как на силу сопротивления нынешнему режиму? Вы знаете, мы делаем ставку на всех, в том числе и олигархи свое дело делают. Просто у нас цели разные. Мы говорим, что новая Украина это по-новому надо в конце концов обустроить страну и уже олигархи не должны формировать парламент, не должны влиять на президента, потому что есть олигархи, в которых можете спросить, ну как вам было своим президентом? Имели уже своих президентов? Хорошо. Когда был свой президент, активы росли неимоверно. А как вам стало после того, как вы потеряли свой президент? Нищим становишься. Поэтому лучше всего закон. Потелиться, зарабатываешь и сохраняешь свое имущество. А как вы смотрите на вопрос... Теперь о приватизации. Вы знаете, вероятно, это правительство и Порошенко решили рассчитаться спонсорами, американцами и так далее. Сказать, мы украинцев убираем от честной компании сюда, на самые лакомые вещи. Сегодня время для покупателя, но не для продавца. Порошенко не может свой Рошен продать. Почему? Говорит, цена 3 миллиарда, мало дают. А что ж ты, сволочь, продаешь государственные активы и землю готовят продать за без цену. Если ты свое не продаешь, значит, тебе невыгодно продавать. Зачем ты продаешь государственные в это время? Вот поэтому он и является президентом Украины. Он остался президентом Рошен. Он торговые войны не объявил никому. Его продукция, я только что из Крыма, в Крыму продается, его продукция продается в ЛНР, ДНР, в Донбассе и в России. А Украину втянул в торговую войну. Мы не можем торговать ни с Россией, не можем торговать с Крымом и так далее. Поэтому это преступная приватизация. Но дальше еще раз, они замахиваются с 1 января на приватизацию всех хозяйственных земель. Вот это люди уже не простят. Поэтому еще сегодня возрастает возмущение, оно дойдет до какой-то точки кипения. И в природе даже бывают случаи, когда описывают, что и заяц убивает волка, загнанный в угол. Поэтому еще раз говорю, они как-то, знаете, расслабились, думают, что народ потерпит. Но сегодня мы предлагаем реальный путь, даем сигнал, что вы готовы взять ответственность. Если кто-то, кроме нас, предложит реальный путь, радикальные оппозиции, мы готовы их поддержать. Вот сейчас на Украине пропаганда продолжает внушать людям, что настоящий украинец должен ненавидеть Россию, ненавидеть москалей. А как вы считаете, вообще возможно воссоединение Украины с Россией? Вы имеете в каком плане воссоединение? Я имею ввиду создание единого государства, единого экономического пространства. Вы сторонник такой идеи? Вы знаете, после такого конфликта, вы же понимаете, что мы еще отброшены в отношениях дальше, нам надо бы восстановить эти отношения, так? А тут сразу такая братская любовь от братской ненависти друг к другу, так? Это сложный процесс. Может быть, это страсть? Ну, правда, говорят, от любви к ненависти один шаг, но этот шаг большой. Надо сегодня, вероятно, первый этап сделать и сказать, давайте между собой разберитесь. В Украине, потому что, если мы не разберемся между собой, вы хотите, что мы еще с соседями выстроили отношения, но многие поймут, что это была авантюра, когда объявили Россию агрессором. В то же время бизнес президента на стороне агрессора процветает. Авантюра, когда наши тут 3,5 миллиона работают украинцы, сюда бегут призывники. Это авантюра. И слава богу, что Россия адекватно не отрегировала. Она взяла выдержку такую, потому что это оскорбление, откровенно говоря, такие заявления. Я вам скажу, больше того, президент сам сепаратист. Вот когда решение о войне, о том, кто агрессор, это компетенция президента и парламента. У меня возникает вопрос, а зачем вы заставляли все сельские советы, районы, областные советы принимать решение, что Россия агрессор? А если кто-то не принял и сказал, они дружба, это же раскол в обществе, это не их компетенция. Но они сегодня поставили за задачу всех втянуть в эту ненависть, связать их одной порукой такой круговой и кровью связать всех в конфликте. Поэтому призывники и призывники, чтобы пришли АТО, а потом мы к ним говорили, а ты что, воевал? Мы с Камьей нет. Мы в состоянии понять и простить, но те, кто эту затею преступную начал, должны быть наказаны очень сурово, чтобы люди поняли, что больше такого в Украине не будет. А вот тогда надо разбираться уже и с соседями. Но житейская ситуация, она же простая. Например, вы тоже живете, вероятно, в многоквартирном доме. И, вероятно, вы выстроили за определенное время отношения с соседями. С одними всегда здороваетесь, имеете какие-то контакты, а с кем-то больше имеете. Где-то там друг другу плечо подставили, что-то одолжили и так далее. Так и Россия. Это тот сосед, с которым у нас должны быть особые отношения, стратегические. Но история показывает, как беда, как фашизм и так далее, так вместе, а так не выстояли. Поэтому с этих житейских мудрости надо, чтобы проводилась политика в национальных интересах. В том числе и в отношении России. Это национальные интересы Украины. Владимир Николаевич, последний вопрос. У нас немного осталось времени. Сейчас на Украине ситуация в экономике очень плохая. Вы обрисовали много проблем. Внутренний рынок разрушен. Сбыт украинских товаров, в том числе сельскохозяйственных, на внешних рынках зависит от лояльности во многом нынешнего режима к США и к Евросоюзу. Я думаю, что и могут закрыть. Сбыт товаров, если они будут вести себя не так, как этого хотят в МВФ, Вашингтоне, Брюсселе. Каков ваш экономический план для страны, если получится так, что Комитет спасения Украины сможет сформировать правительство? Прежде всего прекратить войну и уменьшить военные бюджеты. Военный бюджет по сравнению с 2014 годом вырос в 10 раз, в 10-15 раз. Это волонтеры и все остальные и официальный бюджет. Надо уменьшить бюджет. Понятно, что надо думать об армии, модернизировать, но прежде всего о пенсиях, о зарплатах, о социальных соответствующих стандартах. Второе, немедленно рынки возобновить Россию взбыта, Европы. Мы же не ставим задачу с кем-то дружить, а с кем-то враждовать. Мы сегодня ставим задачу увеличить количество друзей, а не количество врагов. И поэтому возобновить предприятие работу. Да, мы понимаем, что сегодня инвестор не придет быстро, но создать условия. Я скажу вам, по сути, мы, вероятно, будем иметь какой-то элемент диктатуры. Это я откровенно говорю, чтобы люди понимали. Вот Ли Куань Ю, когда пришел в страну, она была разрушена. Вот разница между 60-ми годами Сингапура, я был там, и 2000-го года, 2015-го, это просто впечатляет. Он был либеральным в отношении экономики, все имели право работать, никто никому не мешал, государство создавало условия, но борьба с преступностью, с коррупцией вживалась жесточайшая. Просто он был диктатором в этом вопросе. Вот, вероятно, придется здесь диктатур. Первый, это немедленно сложить оружие. Ну, сутки-двое. Немедленно. Тот, кто не сложил, должен быть привлечен к ответственности, а тот, кто оказал сопротивление, должен быть уничтожен. Ресурс есть. Я вам скажу откровенно, вот я сегодня разговаривал, ну не сегодня, на днях разговаривал даже с работниками милиции, я вам скажу, 70% тех работников милиции, которые смотрят на это, они тоже изменились. Они же тоже поняли, что так, как было нельзя уже. Они 70% станут Беркутом, который защитит интересы украинского народа. Ведь украинский народ просит одного, защитите от бандитов, как со стороны власти, так и со стороны вот этих беспредельщиков. Ранее судимые, 80% правого сектора, надо же верить москалю, это ранее судимые, взяли оружие незаконное, надели балаклавы, так вот мы заставим сдать оружие, если не сдадут, уничтожим, а балаклавы снять. Украина имеет красивое лицо, надо снять эти балаклавы, ну и ударить по рукам чиновнику, потому что там вопрос борьбы с коррупцией не только меры, но и надо создать условия, чтобы туда лучше меньше, но взять на рынке за хорошую цену, нормальную цену, лучших евристов, экономистов, молодых особенно, чтобы не было соблазна искать где-то еще копейку. а сегодня в борьбе с коррупцией зашли до того, что глава этого антикоррупционного бюро уже обвиняется в коррупции, потому что повез в Лондон свою жену и любовницу, вероятно, или там помощницу, не имеет значения. Поэтому мы имеем план действий и возобновление экономики это прежде всего это источник наполнения бюджета, это источник для пенсий, для зарплат и создание условий для инвестора, прежде всего внутреннюю, уже сегодня убегает капитал внутренний, украинский, я не говорю о том, что не приходит иностранный, но иностранный должен знать, что здесь созданы условия, где существует справедливое правосудие, я в этом заинтересован, я юрист. Я вам скажу, не будет правосудия, у меня нет перспективы как юриста, почему? Потому что когда носят только чемоданы, не надо знаний, а когда нужны знания, тогда нужен и закон, закон тогда является инструментом в отношениях между людьми. Ну и в конце концов я вам скажу, я думаю не о том, как стану президентом и так далее, если будет на то воля Господня и поддержка людей, я стану. Я думаю сегодня о другом. как я буду жить после того, как перестану быть президентом, как я буду смотреть людям в лицо. Это быстро бывает, это 5 лет может быть, 10 лет, а может через год. Как я буду смотреть? И поэтому я уже не отступлю от тех обязательств, которые внутренне взял для себя, потому что еще раз приход президентов, которые ведут людей в оман, создадут иллюзии того, что они могут создать, а потом окажется наоборот, люди не потерпят и не дельки. Поэтому вот такие у нас намерения. Мы искренне вероятно будем где-то ошибаться, будем просить прощения, вероятно будем где-то может быть просить людей поддержки, потому что времена будут непростые. Но если мы говорим людям, что нам надо подтянуть пояса, то надо, чтобы и президент тоже подтянул пояса. И вот эти резиденции, вот эти все вещи, которые не нужны, у нас где-то полтора миллиарда гривен идет на содержание президента. Зачем? Он должен показать пример. Вот будут дивиться, какие батьки, такие деды, такая семья. Поэтому я хочу, чтобы пришел человек, приведу вам просто пример. Вы отец, кризис, понятно, доходы уменьшились. Вы что, урезаете питание у детей, отбираете у них, не покупаете, новые, а себе лучшие костюмы, и тогда, какой же вы тогда отец? А у нас так и президенты поступают. Себе, да, а там нет. Вы должны побеспокоиться. И тогда вы получите любовь и уважение. Это дорогого стоит. Владимир Николаевич, вы сказали о ответственности отца перед детьми. А как вы охарактеризуете поведение президента Петра Порошенко в последний период, когда он находился во власти? Я не хотел бы давать оценки лично Порошенко, а вот президент Порошенко должен, потому что все-таки это сегодня президент. Я ее не признаю президентом. Я уже сказал, почему, потому что он больше переживает за Рошен, чем за Украину. Но он неадекватен стал. Почему? Потому что когда ты занял чужое место, и это очевидно уже по результатам, полтора года прошло, это грандиозная катастрофа, а не успех. Тогда человек начинает срываться, он старается искать причину не в себе, а в других. И когда ты президент, выходишь на трибуны, говоришь, что там дети будут сидеть в подвале, слушайте, у тебя самого дети, ты не имеешь права морально говорить. Ты должен об этих детях переживать как о своих детях, и тогда все понимают, что ты президент, потому что ты еще и отец. Но так издевательски говорить, это что? Говорит президент страны? Даже чужой президент не имеет права так говорить. И когда мы создали комитет национального спасения Украины, то у нас есть источники, потому что в окружении Порошенко, я не говорю ближайшим, там такая шайка, которая тоже это, так сказать, смотрит, куда оно двигается. Но ближайшие это аппараты, они как правило там работают давно и так далее, они же все знают, потому что где-то кто-то поговорится. И нам сказали о том, что Порошенко был в гневе, он истерически кричал, это у него бывает такое, кто его знает хорошо, я его хорошо знаю, и сказал два слова, уничтожить, уничтожить и ну, уничтожить. Из уст президента это означает все что угодно, убить и так далее, уничтожить. Это такая реакция его на оппонента. Поэтому сегодня понятно, что лучше всего он ушел в отставку, потому что закончится он плохо, как и любой президент, если будет проводить такую политику. Скажу вам откровенно, мы не боимся. Почему? Потому что суто по-человечески понятно, есть тревога определенная, потому что за нами семь и так далее. но я вам скажу откровенно, я перестал бояться после того, как увидел, как сжигали в Одессе этих людей. Я, здоровый мужик, сидел, сжал кулаки, знаете, я рыдал так, что я просто не мог понять. Я от бессилия рыдал, потому что когда видел, как этот Микола, сотник, стреляет в этих девочек и женщин, которые просят просто милосердия, пощады, а потом звучит колорады и так далее. Да про чужих нельзя, вы же уходите в церковь, вы же в Бога верите, вы же говорите о любви к ближнему. Какое колорады? Только потому, что имеет иное мнение, иную точку зрения, вот за это надо отвечать. И он уже отвечает. Я вам скажу откровенно, его место там в аду уже определено самим Господом Богом, потому что нельзя применять оружие против людей, те, которые не защищены. Нельзя сегодня развязывать гражданский конфликт и ненависть, а он его поддерживает. Вместо того, чтобы принести извинения за детей, за тех безвинноубиенных, а он этого не воспринимает. Поэтому я вам скажу это трибунал, это народный трибунал и народ уже к этому готов. но это и большой урок для тех, кто придет, так не делайте. Иначе будете прокляты народом и ваши дети и внуки будут прокляты. Если вы заступаетесь за человека, если вы защищаете обездоленно от негодяя и так далее, это вам честь и хвала, даже если вы применили силу. Но если вы издеваетесь, убиваете, Господь Бог и люди не простят никогда. Большое спасибо вам, Владимир Николаевич. Мы прощаемся. У нас в гостях был Владимир Николаевич Олейник, член комитета спасения Украины. С вами был я, Василий Колташов. И мы были в открытой студии на свободной прессе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова